Мусульмане очень любят, когда их апологеты громко кричат и интенсивно размахивают руками. Причем, чем громче они кричат и чем интенсивнее размахивают руками, тем победа исламского апологета, как кажется мусульманам, более убедительной. А если такой апологет еще и лжет, то он становится топовым и уважаемым. Далеко за примерами ходить не надо. Это, например, Ахмад Дидат, который не знал, где в Евангелии Иисус Христос говорит о своем распятии. Таких мест очень много. Это Закир Найк, который безжалостно выдирает цитаты, слова Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия, вырывает их из контекста и перетолковывает по-своему вне контекста, вне учения православных отцов, при этом требует, чтобы Корану подходили совершенно с другими мерками. К этому числу можно отнести и современного апологета Мухаммада Хиджаба, который в гротескной эмоциональной форме во время дебатов с Дэвидом Вудом заявил, что, о чудо, как евангельские тексты, так и учения ранних отцов полностью противоречат некие константинопольскому символу веры. И в прошлый раз мы постарались это подробно разобрать в статье и видеоролике, ссылки на которые будут в закрепленном комментарии. Напомню, что в первой части нашего разбора мы показали, каким образом Сын Божий Иисус Христос называется Богом, с равным и с вечным Богу Отцу. Мы отталкивались от цитаты выдающего себе библиста и текстолога Брюса Мезгера, который блестяще это сформулировал следующим образом, сказав, что авторы Нового Завета применяют к Иисусу Христу отрывки из Ветхого Завета, которые относятся к Богу, Ехве. А также привели аналогичную мысль, высказанную библистами Майклом Бёрдом и Крейгом Эвансом в книге «Как Бог стал Иисусом». А затем показали целый ряд примеров из многих книг Нового Завета, подтверждающих этот факт. Причем все эти примеры сохранились в ранних рукописях со II по IV века. Вспомню лишь три примера. Христу, как Богу, молился Стефан, архидиакон, первомучник и апостол из 70. При этом он выбрал такую молитву ко Христу, которая в псалмах была посвящена исключительно Богу. Деяние 7.59. Стефан, когда его побивали камнями, молился и говорил «Господи Иисусе, прими дух мой». В псалме 30 стих 6 говорится «В твою руку придаю дух мой, ты избавлял меня, Господи Божией истины». Апостол Фома также сказал Христу «Господь мой и Бог мой», обращаясь к Нему как к Богу, когда Тот явился своим ученикам после своего воскресения. Аналогичное место мы видим в Ветхом Завете, Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Причем это не может быть простым восклицанием, как часто это пытаются представить мусульмане, говоря, что апостол Фома воскликнул «Боже мой», увидев Иисуса Христа, от радости воскликнул «Боже мой». Таков быть не могло, потому что это было бы нарушением одной из главных заповедей, данных Богом Моисею, а именно не употреблять имени Божия в суе. И если бы так в суе апостол Фома употребил имя Божие, обратившись к нему, то Господь бы обязательно его бы поправил. То есть здесь было обращение ко Христу, к Иисусу, как к Богу, и Иисус это обращение принимает как верное. Кроме того, в прологе Евангелия от Иоанна Иисус назван словом Бога, который есть также Бог, но при этом это слово отлично от Отца. Причем, по мнению текстолога и специалиста в греческом языке Дэниела Уоллеса, лингвистическая конструкция выбрана для этого и является самой лаконичной. Стоит отметить, что в 14 стихе этой же главы Евангелия от Иоанна говорится о том, что это слово, которое является одновременно и Богом, стал еще и человеком, восприняв плоть от Девы Марии. И это слово, Бог, слово, которое уже стало человеком по своей человеческой природе, подчиняется и молится Богу Отцу. В целом, можно уверенно сказать, что Священное Писание говорит о Троице, то есть о равенстве по природе, совечности и неслиянности Отца и Сына. Вот вам для наглядности таблица. Чтобы долго не говорить, можете изучить эту таблицу. Здесь в среднем столбце приводятся атрибуты и наименования Бога Творца. В левом столбце приводятся стихи из Ветхого Завета, где эти атрибуты, эти эпитеты употребляются по отношению к Богу. А в правом столбце, где эти эпитеты и атрибуты употребляются по отношению к Иисусу Христу. Заметьте, что это те атрибуты, которые не могут быть применены, приложены к человеку. И вот вторая таблица, в которой также говорится о божественности Духа Святаго. В среднем столбце также приводятся атрибуты Бога Творца, его эпитеты. В левом столбце показывается, где эти атрибуты в Ветхом Завете преимущественно относятся к Богу. А в правом столбце, где эти атрибуты применяются к Духу Святому. Во второй части нашего предыдущего разбора мы привели свидетельство ранних отцов церкви, живших до Никейского собора, до IV века, по просьбе Мухаммада Хиджаба. В чьих трудах имеется весьма яркое свидетельство о триодологии, то есть о Троице. И сегодня по заявкам мусульман мы продолжим эту тему. Дело в том, что наши друзья-мусульмане пытаются, так сказать, отмазать своего, то есть Мухаммада Хиджаба. Для этого они нашли, казалось бы, некоторые интеллектуальные аргументы, заявляя, что вера ранних отцов якобы полностью противоречит Никея Константинопольскому символу веры и скорее соответствует арианству. И здесь интересно то, что даже в таких рассуждениях мусульман, которые, по сути, являются ложными, это мы покажем в дальнейшем, существует огромная угроза для самих мусульман, для самого исламского учения. Дело в том, что арианство кардинальнейшим образом отличается от исламского взгляда на Иисуса Христа, на Сына Божия, поскольку рассматривает, рассматривала Сына Божия не как только лишь пророка, а как подобного Отцу, подобосущного Отцу Творца Вселенной. Дело в том, что Арий считал, что Бог не может создать этот мир сам, поскольку от его прикосновения весь этот мир сгорит, не вынесет его прикосновения. Поэтому, согласно Арию, он создает, Бог создает первое свое творение Сына Божия, Демиурга, Творца Вселенной, который уже, в свою очередь, и творит этот мир. И вот этот Демиург, Творец Вселенной, Сын Божий, является подобным, подобосущным Отцу, что совершенно неприемлемо для исламского учения. Мусульмане же, в свою очередь, не могут назвать ни одного раннего Отца Церкви, который бы верил в Иисуса Христа, как только лишь в пророка, и притом в такого пророка, который еще и не был распят. И даже вымершие еретические течения, такие как и вианиты, которых мусульмане тоже пытаются представить как некими мусульманами, что ли, ранними, они тоже полностью противоречат исламскому учению. Поскольку они верили, признавали распятие Иисуса Христа, не признавали, в отличие от мусульман, непорочное зачатие Иисуса Христа, признавали важность крещения и называли его Сыном Божьим, считая, что это воплотившийся Архангел. Все это мусульмане не признают. Но на этом проблемы мусульман не заканчиваются. Дело в том, что ни Коран, ни сподвижники, ни табиуны, ни ранние исламские даже ученые не критикуют никейский символ веры, субординационизм или арианство. Более того, думаю, многие удивятся, что для автора Корана христианская Троица – это вовсе не Троица, а три Бога – Аллах, Дева Мария и их Сын Иисус Христос. Об этом повествует Коран 5.73, 5.116 и 6.101. То есть никакой иной Троицы Коран не знает. Христианство же никогда в такую Троицу не верило. Мусульмане в свое оправдание здесь пытаются привести секту неких мариамитов, которые якобы веровали именно в такую Троицу Аллаха, то есть Отца, Деву Марию, как богиню, его супругу и их Сына Иисуса Христа. Но это течение, как иголка в стоге сена, было практически неизвестно ни в древние времена, ни в настоящее время практически никто об этой секте не знает. И было бы странно, если бы автор Корана занимался критикой именно вот этого малоизвестного псевдо-христианского еретического учения, если бы автор Корана не был православным человеком и не ставил своей задачей бороться с ересями. Я думаю, что ни один мусульманин не считает, что Мухаммад был христианином или тем более православным, верящим в Троицу и боролся с ересью мариамитов. Сам Коран поясняет, почему у Аллаха не может быть Сына, тем фактом, что у Аллаха не может быть Супруги. То есть Коран отрицает Троицу в виде божественной семьи, где Аллах и Дева Мария предстают супругами, а Иисус является ребенком от их брака. Он – Созидатель Небес и Земли, как может быть у Него Сын, если у Него нет Супруги. Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Но, простите, христианство никогда такого и не утверждало, что Сын рождается от Супруги. За Кораном следовались подвижники, табиуны и ранее исламские ученые вплоть до XIII века. Так величайший исламский экзегет Ибн Жарир Ат-Табри приводил заключение великих табиунов относительно того, о какой Троице говорит Коран. И этот вердикт содержал именно прямое, буквальное понимание аятов Корана, что христиане верили в Троицу, состоящую из Исы Иисуса, Марьям, Девы Марии и Аллаха. Простите, это опять не так. И сам Ат-Табри считал, что христиане верили в Троицу, состоящую из Аллаха, Девы Марии и Иисуса Христа. Это же мнение подтверждали величайшие исламские экзегеты. Например, Куртуби передавал такой-то писалон, что под тройственностью имеется в виду Аллах, его спутница и его сын. Опять же, это не так. Об этом же говорит и Ас-Суюта, вот скрин из его работы. Таким образом, ни Коран, ни табиуны, ни ранние исламские ученые не знали Троицы, ни Никейской, ни Дажарианской и не осуждали ни одну из этих концепций. То есть, в исламском учении Троица не осуждается и не опровергается. Христианская Троица не опровергается в исламском учении. Ну и раз уж наши друзья-мусульмане пытаются нас обвинять в том, что в Библии нет ясного, как им кажется, учения Троицы, по крайней мере, вот этого слова «Троица» нет, обвиняют нас в том, что сам Иисус Христос не сказал, что я Бог, хотя мы показали, что Он много раз говорит, что Он Бог, только другими словами. Почему вы от Него требуете, чтобы Он именно вашими словами это засвидетельствовал? Так вот, раз наши друзья-мусульмане обвиняют нас в том, что у нас чего-то не хватает для полного учения в нашем Священном Писании, то мы тоже зададим им встречный вопрос. А где в так называемом «ясном» Коране говорится о том, что Он вечен и не сотворен? Вы же так веруете? Ведь такого учения в Коране нет. Поэтому неудивительно, что в исламской истории существуют течения, которые как верили в несотворенный и вечный Коран, так в него и не верили. Например, мутузелиты отвергали теорию вечного и несотворенного Корана. Большинство же суннитов верят в вечный и несотворенный Коран. В прошлый раз я привел в пример ашаритов, противопоставляя их мнению мутузелитов, которые не верили в вечный и несотворенный Коран. Один из ваххабитских каналов, пропустив мимо ушей суть довода о том, что были учения, которые говорят о сотворенности и которые говорят о несотворенности и вечности Корана, пропустив это все мимо ушей, зацепился как за спасительную соломинку, якобы моей ошибкой, что ашариты якобы тоже не верили в вечный и несотворенный Коран. Но это, знаете, такая же глупость, как если бы, например, я сказал, что в прошлый четверг я полностью опроверг учение ислама, а кто-то из исламских апологетов или ваххабитов засмеялся бы и сказал, да ты глупый, ты сам не помнишь, что ты говорил, ты же опроверг учение ислама не в четверг, а в среду. Речь-то не о том, в какой день я опроверг учение ислама, а в том, что я его опроверг, вот точно так же и здесь. Речь не о том, кто из мутазелитов или ашаритов верил или не верил в вечный и несотворенный Коран, а о том, что были и те, и другие. Однако мне хотелось бы заступиться за ашаритов и сказать, что авторитетнейший сунницкий ученый, историк, хадисовет Ибн Хаджар Аль-Аскалани писал о том, что ашариты как раз верят в несотворенный Коран. Теперь перейдем к раннему христианскому богословию и приведем по просьбам наших друзей мусульман отца ранней христианской истории, раннего отца церкви, который говорит о соравных, совечных и неслиянных отце, сыне и духе святом. И в качестве первого примера предлагаю рассмотреть богословие самого яркого апологеты и отца церкви второго века нашей эры, священномучника Иринея Леонского. Да, дорогие мусульмане, именно Иринея Леонского не спешите ликовать, якобы уже меня опровергли и показали, что Иринея Леонский был субординационистом. Не спешите ликовать, о субординационизме мы сегодня поговорим подробнее, чтобы вы все в кучу не валили. Итак, этот человек уникален сразу по ряду причин. Во-первых, он был учеником ученика апостола Иоанна, священномучника Поликарпа Смирнского. То есть, можно сказать, что он был как бы духовным внуком апостола Иоанна Богослова. И наряду с этим он имел и иные источники знаний о Господе нашем Иисусе Христе, что вы можете видеть на этой таблице. Он умер мученически за христианскую веру в 202 году нашей эры и был самым плодовитым христианским автором второго века нашей эры. Итак, приведем цитаты Ирине Леонского, которые говорят о совечности, неслиянности и соравности отца, сына и духа святаго. О совечности отца и сына Ирине Леонский пишет следующее. Бог прославлен своим словом, которое есть вечный сын Божий и святым духом, который есть перемудрость отца всего. Также о совечности отца и сына. Сын, вечно существуя с отцом, издревле и даже из кони всегда открывает отца ангелам, архангелам, властям, силам и всем, кому хочет Бог открыться. То есть здесь он ко всему прочему еще и говорит, что и отца-то невозможно познать без сына. Параллельно этому в его творениях имеются цитаты о совечности отца и святого духа. Вот, например, что слово, то есть сын, всегда было с отцом, я уже подробно показал. А что и премудрость, то есть дух была у него прежде всякого создания, он говорит через Соломона. Бог премудростью, то есть духом, да, основал землю и разумом утвердил небо. Его разумом разверзлись бездны, и облака источили росу. И о вечности святого духа. Иное дыхание жизни, делающий человека душевным. Иное – дух животворящий, который делает его духовным. Сотворенное различно от сотворившего. Дыхание временно, дух же вечен. Дорогие мусульмане, здесь просьба не смешивать тоже все в кучу. По духам и дух человеческий подразумевается, здесь синонимы, да. Духом называются и, допустим, духи бесплотные и небесные, как ангелы и архангелы, да. Духом может в священном писании ветер называться. И духом называется дух святой, третье лицо Пресвятой Троицы, о котором Иоанн Елеонский здесь в данном случае и говорит. Теперь о неслиянности трех лиц священномученик Иоанн Елеонский также свидетельствовал в своих трудах, говоря, что с Отцом всегда, то есть вечно, присутствовал Сын и Дух, к которым Он обращается при творении мира. В этих строках, к слову, также говорится о том, что Сын и Дух существовали перед тварным миром, а значит, они являются вечными и вневременными. Ибо Бог ни в чем этом не имел нужды для создания того, чему быть Он предопределил у Себя, как будто бы Он не имел своих рук. С Ним всегда присутствует Слово и Премудрость, то есть Сын и Дух, через которых и в которых Он свободно и по доброй воле Своей все сотворил, и к которым Он говорит, внимание, сотворим человека по образу и подобию нашему. Бытие 1.26. Прежде чем привести цитаты священномученика Иоанн Елеонского о сравности Отца, Сына и Святого Духа, нам нужно сделать небольшое отступление и заметить, что некоторые унитарные течения, такие как свидетели Иеговы и мусульмане, обвиняют священномученика Иоанна Елеонского в том, что он был субординационистом. Что такое субординационизм? От слова субординация, то есть подчинение. Они считают, что Иоанн Елеонский считал, что Сын и Дух Святой подчинены Отцу, и на основании этого его веру пытаются противопоставить той вере, которая изложена в символе веры Первого и Второго Вселенского Собора. Таким образом, это показывает, что мусульмане под субординационизмом подразумевают неравночестность, то есть различие по природе Отца с одной стороны, Сына и Духа с другой стороны. Однако, выдающийся историк Василий Васильевич Болотов говорит нам о том, что существует целых три вида субординационизма, и два из них совершенно никаким образом не противоречат христианскому, в частности православному, учению. Итак, давайте рассмотрим, что это за виды субординационизма. Первый вид субординационизма делится на два подвида, приемлемых для православия. Первый подвид заключается в том, что Бог Сын после воплощения, как человек, всецело подчиняется Отцу. Этот вид субординационизма принимает любой православный человек. Ну, собственно, для того Бог и стал человеком, чтобы прожить человеческую жизнь, и как человек он подчиняется Богу Отцу, показывая, что мы все должны Ему подчиниться. Здесь никаких противоречий нет. Второй подвид первого вида субординационизма – это тоже приемлемый православием теофонический субординационизм, то есть представление о том, что в Ветхом Завете именно Бог, Сын, являлся ветхозаветным пророком, и в том числе проявлял качество того самого существа, в виде которого являлся чаще всего ангела Господня. Например, помните, в Купине явился Бог Моисею? Об этом, кстати, и Коран тоже говорит, что Аллах явился Моисею в Купине в Терновом кусте. Но там ведь сказано, что явился Ему ангел Господень, который потом оказался Богом. Так вот этот ангел в переводе означает посланник, вестник. Это вестник отца, сын его, который тоже, в свою очередь, является Богом совечным, соравным, но и не слиянным с отцом. Наконец, второй вид субординационизма, согласно Болотову, который тоже приемлем для православного человека, это субординационизм по ипостаси, то есть по личности. Он допускает, этот вид субординационизма, полное равенство по существу, по природе, всех трех лиц. А подчинение допускает только в смысле того, что второе и третье лица заимствуют свое бытие из единого источника, то есть от Бога Отца. Этот субординационизм разделяется многими святыми отцами и учителями церкви, как древними, так и современными. И я, например, тоже его разделяю. То есть Бог Отец вне времени ни в ком не имеет своего начала, а Сын рождается от Него вне времени, тоже в вечности. Это как свойство Отца. Вот как, например, у меня карие глаза, у кого-то из вас голубые глаза, так и у Отца есть Сын, который рождается от Него вне времени, вечно. И Дух Святой, который от Него исходит, это свойство Отца рождать Сына и изводить Духа Святаго. Вот и все. В этом смысле они меньше Отца, они подчинены Ему, поскольку от Него происходят, в Нем берут свое начало по бытию, но не по времени. И лишь один, третий вид субординационизма отрицается церковью. Это антологический субординационизм или субординационизм по существу, по природе. То есть это вера в то, что по своему бытию, существу, лица Троицы не равны. И именно крайнюю степень такого субординационизма, которым являлось орианство, и отверг Первый Вселенский Собор. Поэтому, когда теперь мы будем приводить цитаты священномучника Иринеи Леонского о равенстве Отца, Сына и Духа Святаго, мы будем делать акцент именно на таких текстах, которые показывают равенство по природе. Потому что все остальное совершенно не противоречит православному христианскому учению. И мы таким образом раз и навсегда этот вопрос закроем и покажем, что вера священномучника Иринеи Леонского полностью согласна с православным учением и полностью согласна с символом веры Первого и Второго Вселенских Соборов. Поскольку Первый и Второй Никейские Константинопольские Соборы под равенством лиц Пресвятой Троицы подразумевал именно равенство их по природе, по существу. Все остальное христианской вере не противоречит. Итак, давайте перейдем к цитатам священномучника Иринеи Леонского, которые свидетельствуют о равенстве по природе Отца, Сына и Духа Святаго. Священномучник Иринеи Леонский отождествляет творение мира Богом Отцом, створение мира Отцом через свое Слово и свою премудрость. Этими терминами, как мы уже видели ранее, Святой Иринеи обозначает Сына и Святаго Духа. Он есть Отец, Он Бог, Он Создатель, Он Творец, Он Устроитель, Который сотворил Сам Собою, то есть через свое Слово и свою премудрость, небо, землю и море и все, что в них. Также есть иные места, свидетельствующие о единосущие или равенстве по природе Отца и Сына. В частности, в доказательствах апостольской проповеди Святой Иринеи пишет следующее. Отец есть Господь, и Сын Господь. И Отец есть Бог, и Сын Бог. Ибо от Бога, рожденный, есть Бог. И вместе с тем, по Его бытию и по силе Его существа, должно признавать единого Бога, но по домостроительству нашего спасения совершенно справедливо как Сына, так и Отца. Очень интересен текст в его работе против ересей. Великий русский ученый Василий Васильевич Болотов писал по этому поводу, что здесь Ириней Леонский сопоставляет гностическое учение об эманации слова с его предвечным рождением от Отца в христианской догматике. И здесь Ириней опровергает. Первое на основании церковного догмата. Этот артерийный Ириней примечателен не только этим, но главное тем, что в нем де-факто впервые в церковной истории упомянут термин «единосущный» по отношению к Отцу и Сыну. Профессор, ректор Ленинградской Духовной Академии, патролог Николай Гундяев писал об этом следующее. Когда мы будем говорить об Отцах Первого Вселенского Собора, мы отметим, что термины «омоусиос» и «экусесту патрош», «единосущные, соответственно, и из сущности Отца», некоторые были склонны называть нецерковными. Впервые мы этот термин встречаем в трудах святого Иринея, самого выдающегося богослова II века. Он, Ириней, рассуждал. «Бог явил Себя через Сына, Который в Отце, и в Котором Отец. Сын единосущен Отцу». Ириней предугадал то, что станет предметом обсуждения Отцов на Первом Вселенском Соборе. Однако стоит отметить, что священномученик Ириней Львовский считал, что у каждого лица Пресвятой Троицы имеется своя функциональная роль в вопросе творения мира. И когда он поэтому называет Сына и Духа Святаго руками Отца, он отнюдь не опровергает их божественность. Напротив, он подчеркивает их единосущие с Отцом. То есть он говорит о равенстве по природе трех лиц Пресвятой Троицы. Однако при этом отмечая, что в функциональном смысле мир творится Отцом посредством Сына и Святого Духа. Они, Сын и Святой Дух, как руки Отца из любви к Нему творят мир. Об этом, например, пишет патролог Алексей Русланович Фокин. У Ириней Леонского мы впервые находим наиболее полно выраженное в раннехристианской теологии учение о троечности Бога. Бог есть Отец всех вещей, невыразимо единый, но в вечности, содержащий в себе свое слово и свою премудрость. Внутри единого Бога и неделимого Бога существуют реальные различия трех лиц. Такой подвид субординационизма является функциональным, и он на Первом Вселенском Соборе абсолютно не обсуждался. Первый Вселенский Собор осудил только крайнюю степень антологического субординационизма, то есть орианства, которое утверждало, что сын лишь подобо сущен Отцу и сотворен им. То есть никакого антологического субординационизма у священномученика Иринея Леонского, который удобен был бы унитарием, и в помине нет. Таким образом, учение священномученика Иринея Леонского полностью соответствует Никео Церегранскому символу веры. Никакого антологического субординационизма нет и у святителя Григория Чудотворца. Более того, он ясно и четко свидетельствовал о соравных, совечных и неслиянных Отце, Сыне и Святом Духе за 75 лет до Первого Вселенского Собора. Един Господь, писал он, единый от единого, Бог от Бога, то есть Сын от Бога, да, Бог от Бога. Истинный Сын истинного Отца, невидимый невидимого и нетленный нетленного, и бессмертный бессмертного и вечный вечного. И дальше Бог Отец, сущий над всем и во всем, и Бог Сын, Который через все, Троица совершенная, славою и вечностью, и царством неразделяемое и неочуждаемое. Посему нет в Троице ничего, ни сотворенного или служебного, ни привнесенного, как бы прежде не бывшего, потом же превзошедшего. Ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но непреложно и неизменно всегда та же Троица. Об этом, например, пишет патролок Николай Иванович Сагарда в своем труде про святителя Григория Чудотворца. Святитель Григорий, пишет он, неподражаемо просто, но вместе с тем и чрезвычайно торжественно провозглашает, что Отец, Сын и Святой Дух, Троица совершенная, славу и вечностью и царством неразделяемое и неотчуждаемое. Все лица Святой Троицы вместе обладают всею славою, всею вечностью и всем царством, и таким образом равны между собою. Что касается Иустина-философа, то да, действительно, иногда некоторые ученые подозревают у него некий умеренный антологический субординационизм. И недобросовестные мусульманские апологеты пытаются этим воспользоваться для того, чтобы убедить свою в большинстве невежественную публику в том, что Иустин-философ был унитарем. Однако, как замечает профессор Оксфордского университета Томас Джозеф Уайт, взгляды Иустина-философа были не унитарными, а прото-тринитарными. При чтении трудов Иустина-философа нам нужно отметить три важных момента. Во-первых, он был, так сказать, первопроходцем, и в его время, а он был почти современником апостола Иоанна Богослова, в его время еще не был разработан триодологический аппарат, то есть он, собственно, стоял у истоков возникновения тринитарной терминологии. Второе. Труды его были не столько догматическими, сколько апологетическими. Он защищал христианство, обосновывал его, и поэтому в своих работах он приводил понятные человеческому уму упрощенные, так сказать, аналогии Пресвятой Троицы. И, наконец, третье. Иустин-философ был в большей степени философом, а не богословом, поэтому он говорил на философском языке, на этом языке обращался к эллинским элитам, а, как известно, перевод с одного языка на другой, даже с философского на богословский, или наоборот, в какой-то степени может немного искажать изначальный, первоначальный смысл. А теперь зададимся вопросом, был ли Иустин-философ унитарием? И на этот вопрос дает ответ тот же великий ученый, историк и патролог Василий Васильевич Болотов. Он, изучая труды святого Иустина, пишет, «Ни одно из указанных выражений святого Иустина не дает права утверждать, что святой Иустин был сторонником субординационизма по существу». Отечественный патролог Алексей Иванович Сидоров также отмечает, что если и можно говорить о так называемом субординационизме у святого Иустина, то в очень узком и чрезвычайно ограниченном аспекте. То есть в аспекте подчинения логоса сына воле отца, но не в смысле подчинения и умаления сущности второго лица святой Троицы по сравнению с сущностью первого лица. И действительно, у Иустина-философа есть потрясающая цитата, в которой он показывает равенство по природе отца и сына, сравнивая рождение сына от отца с рождением огня от огня. «Бог родил из себя самого некоторую разумную силу, которая от Духа Святого называется также славою Господа, то сыном, то премудростью, то ангелом, то Богом, то Господом и Словом. Произнося какое-либо слово, мы рождаем его, но не через отделение, так, чтобы уменьшалось слово в нас, когда мы его произносим. Подобным образом мы видим, от огня происходит другой огонь, но так, что не уменьшается тот, от которого он возжжен, а остается тем же, тогда как и возжженный от него действительно существует и светит, без уменьшения того, от которого возжжен». Дальше больше. Историк раннего христианства и религиовед Габриэль Богдан Бакур заключает, что Иустин прекрасно знаком с христианским тринитарным исповеданием веры. Чтобы рассказать о сыне, он использует христологическое прочтение библейских теофаний, то есть богоявлений Ветхого Завета, что позволяет ему провозгласить Христа Господом, являвшимся, внимание, патриархом и пророком, до воплощения от Девы. И действительно, по мнению Стена Философа, тем, кто говорил с Моисеем из среды горячего куста и скупины, был именно Господь Иисус Христос. Точнее говоря, не сам Господь Иисус Христос еще, потому что как Иисуса его еще не существовало, а Сын Божий, который потом воспримет природу человеческую и будет жить на земле, как Господь наш Иисус Христос. У Отца всего есть Сын, который, будучи первородное Слово Божие, есть также Бог. И Он прежде, в виде огня и в бестелесном образе, являлся Моисею и другим пророком. С точки зрения Ветхого Завета, тем, кто говорил с Моисеем из горячего куста, был Бог. Но, внимание, оказывается, с точки зрения Корана, тем, кто говорил с Моисеем из горячего куста, был Аллах. Об этом Коран свидетельствует в 20.10.12, в 27.7.9, в 28.29.30. И если для наших друзей, мусульман, так важно мнение ранних христианских отцов по этому поводу, и, в частности, Иустина-философа, то тогда, дорогие друзья, вы должны признать, что Иисус Христос, Сын Божий, и есть Аллах, который являлся Моисеем в горячем кусте, который сравен, с овечен, но не слиянин при этом с отцом, либо вы должны признать, что Аллах, который являлся в купине Моисею, не является высшим божеством. Итак, дорогие друзья мусульмане, ваш раскрученный плагет, Мухаммад Хиджаб, попросил привести ему в пример хотя бы одного святого отца, который говорил бы о совечности, соравности и неслиянности отца, сына и духа святаго. И, как нам кажется, мы с этой задачей прекрасно справились, а по ходу нашей беседы и уничтожили притянутые за уши контраргументы. Таким образом, учение Пресвятой Троицы можно найти как в книгах Ветхого и Нового Завета, так и в учении ранних христианских отцов. И это учение до XX века казалось непостижимым, нелогичным, парадоксальным. А в XX веке был открыт квантовый мир с его удивительной квантовой логикой, в которых два или три может равняться одному. И это, в свою очередь, дает нам возможность понять, что у надкосмического, у непостижимого Бога может быть своя парадоксальная и непостижимая логика, уникальная логика, подобная логике квантовой механики. И эта логика не вписывается в примитивную человеческую аристотелевскую логику. Естественно, что такого учения, удивительного и парадоксального, подобного квантовой логике, 2000 лет назад люди выдумать не могли. Тем более, если это были простые рыбаки, мытари, плотники. И именно красота этого учения как раз и свидетельствует о том, что оно имеет божественное происхождение, что оно является откровением. Именно поэтому за это божественное откровение, за красоту этого учения, за его спасительность в древней, в ранней церкви не боялись умереть множество христианских мучеников. Итак, мы приходим к выводу, что Мухаммад Хиджаб – это невежда и лжец, который умеет только кривляться на публике. Но мне бы теперь хотелось нашим друзьям-мусульманам задать два встречных вопроса, касающихся как христианства, так и ислама. Первый вопрос. Да, действительно, в ранней христианской общине, в ранней церкви были отцы, у которых были разные мнения. Но, пожалуйста, приведите нам хотя бы одного отца ранней церкви, который утверждал бы, что Иисус – это только лишь пророк, да еще и пророк нераспятый. И второй вопрос. Пожалуйста, приведите нам хотя бы одного из сахабов, табиунов или ранних исламских ученых первых трех веков ислама, которые утверждали бы, что христианская троица – это не Аллах, Иса и Марьям, а Отец, Сын и Дух Святой. Но если, дорогие друзья, вы сами честно себе признаете, что ранее христианская церковь не знала никакого исламского Исы. Если вы себе признаете, что ранние исламские ученые первых трех веков не знали никакого никейского символа веры и не опровергали его, следуя своих рассуждениях именно за Кораном, то, может быть, все-таки более честным по отношению к себе будет принять христианство? Сейчас я вам предлагаю посмотреть здесь буквально три минуты лекцию Артема Григоряна о тринитарных взглядах ранних христианских отцов и о субординационизме, о котором мы с вами уже сегодня говорили. Я благодарю Артема за замечательную лекцию. Также выражаю огромную благодарность Ивану Жарковскому, который все эти материалы, вошедшие в сегодняшнее видео, подготовил. Один из исламских телеграм-каналов вырвал из контекста мои слова из лекции о тринитарном субординационизме ранних христианских апологетов и представил их в некорректной форме. В связи с этим я хотел бы дать несколько важных пояснений. Во-первых, субординационизм нельзя противопоставлять тринитаризму. Субординационизм — это форма исповедания Троицы. Субординационизм бывает двух видов, и это принципиально важно понимать. Первое. Он бывает антологическим. Сын и Святой Дух подчинены Богу Отцу в силу более низкой божественной природы. Но этот антологический субординационизм имеет два исторических подтипа. Тип А — умеренный. Имеется в виду, что степень божественности Сына и Духа уступает божественности Бога Отца. И тип Б — это крайний тип антологического субординационизма. Сын и Дух являются творениями Бога Отца. Собственно, это и есть позиция арианства, позиция ария, которая была осуждена церковью на Первом Вселенском Соборе. И второй тип субординационизма — функциональны. Сын и Святой Дух подчинены Богу Отцу функционально, в смысле разных ролей, разного статуса, при этом будучи полностью единоприродны, единосущны с Богом Отцом. Такие раннехристианские апологеты, как Афиногор Афинский и Устин Философ Феофил Антиохийский, придерживались умеренного антологического субординационизма. Например, они считали, что Бог Отец, будучи абсолютно трансцендентным, не мог соприкасаться с тварным миром. Логос же мог. Но при этом они, конечно же, абсолютно точно не считали Сына и Святого Духа творениями наподобие ангелов или архангелов, утверждая божественность Логоса и Духа, приводя пример огня, рожденного от огня. Перед этими апологетами стояла наисложнейшая задача проповеди христианства в пространстве высокоинтеллектуальной культуры к поздней античности, поэтому их учение о Логосе и Святом Духе излагалось в категориях среднего платонизма под влияниями Филона Александрийского, который пытался перевести Ветхий Завет на язык греческой философии. Но в отличие от этих апологетов, святой Ирини Леонский во второй половине II века излагает функциональный субординационизм, исправляя своих более ранних предшественников-апологетов. Согласно Иринею, сын и Святой Дух единосущны Отцу, но в порядке взаимодействия с тварным миром, в порядке домостроительства спасения, они из любви исполняют волю Отца. Ириний Леонский не был философом, в отличие от Иустина Мученика, и его богословие было подчеркнуто библейски. Функциональный субординационизм, конечно же, не был придуман святым Иринием. Он есть в очевидной форме у апостола Павла в послании 1 Коринфянам 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Очевидно, что муж и жена единосущны, и оба являются полноценным человеком. Но функционально муж и жена имеют разные роли и разные статусы. Также мы не видим следов антологического субординационизма в высказываниях об Отце, Сыне и Святом Духе у мужей апостольских, учеников апостольских, писавших в самом начале 2 века. То есть это самые ранние после Нового Совета христианские тексты. Если мы просмотрим тексты Климента Римского, Игнатия Антиохийского и Поликарпа Смирского, которые не были философами и которые не проповедовали античным элитам, они не полемизировались с философами, описали послания в христианские общины, то мы увидим там простое богословие, простое исповедание Отца, Сына и Святого Духа без каких-либо попыток придания этому философской аргументации. Поэтому в самых ранних текстах после Нового Совета также нет никаких следов субординационизма антологического. Спасибо.